Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эти двое даже не подозревают, что прямо сейчас за ними наблюдаю я и снайперского прицела, и мне стоит всего лишь два раза нажать на курок, и эти двое лягут. Ах да, ты же не знаешь, кто я такой, да тебе лучше и не знать. Ты же расскажешь Шадимену об этом правильно, так что я останусь просто анонимным человеком. Ну а жизнь этих двоих ребят сегодня будет зависеть только от тебя. Я не знаю, будешь ли ты ставить лайки под роликами Шадимена, но если тебе действительно он дорог, и также дорогие его друзья, то поставь лайк, и если их наберется действительно много, то я возможно передумаю и не буду убивать этих ребят. А так, я свое сказал, а еще ты, если не подписан на канал, то подписывайся, иначе, иначе я нажму на курок, и ты знаешь, что произойдет. Так что, жизнь этих двух только в твоих руках. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Меня все равно не отпускает чувство того, что за нами прямо сейчас кто-то следит. А по-моему, Шаде у тебя просто уже какая-то паранойя началась, да? Я понимаю то, что мы с тобой на открытом месте стоим, и нас действительно может быть выцеливает какой-то снайпер. Но если бы он хотел нас убить, он же уже давно стрелял бы в нас, ты же понимаешь, да? Да, понимаю, либо какие-то неизведанные факторы просто повлияли бы на этого снайпера, и он перестал бы в нас целиться и в нас стрелять. Ладно, это все домыслы, на самом деле нет никакого снайпера, мне кажется, я очень на это надеюсь. Так, смотри, короче, это, Хант рассказал то, что нам нужна якобы какая-то военная база, только не военная база, а укрепление бандитов. Какая у них там военная база? Они там 2 плюс 2 сложить не могут, чтобы они под контроль военную базу брали, ага. Да, короче, смотри, прямо над нами, вот на этом холме находится их вышка, там двое дозорчиков, у них также станция связи есть. Работаем мы с тобой следующим образом, я захожу туда, их всех снимаю, ты остаешься здесь, и если что, выходишь со мной на связь. Примерно вон там, я попробую на глайдере до туда долететь незаметно, находится здание, в этом здании, это, можно сказать, еще один блокпост, перед тем, как добраться до их основной базы. Находится несколько человек, я полностью обзведываю этого здания, ты со снайперки? Хотя у тебя, конечно, что-то не снайпер, клан, с биноклей будешь мне это, говорить и диктовать, кто где сейчас там находится, понял? Да, понял, только ты учти то, что если из того, что у нас сейчас не снайперская винтовка, ну ты сам видишь, я тебя прикрыть никак не смогу. Да, я это понял, главное, чтобы ты на связи был, окей, и там это, сильно не ори, как-то шепотом попытайся. Да-да, само собой, я вот так тихо буду разговаривать. Все, отлично, хорошо, я пошел зачищать это здание, увидимся, вернее, услышимся. Короче, каков план? Хантер нашел здесь где-то какое-то что-то вроде поселения, короче, там даже вертолетная площадка есть, ангары какие-то, но эта территория 100% находится под контролем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, тихо. Вот так вот что бывает, когда глайдер нечаянно на кнопку нажмешь, и он начинает открываться. Фух, ладно, надо было это от глайдера, эту кнопку вообще убрать. Короче, где-то здесь под контролем находится какая-то территория бандитов. Что нам нужно? Во-первых, нам нужно стрижение какое-то найти получше, военное, потому что у нас, ну что это такое, вот тряпочные костюмы. Конечно, они незаметны, и то, что это камуфляж снайперский, но они не очень прочные. Так, веревку я взял для того, чтобы, если что, я со скалы отсюда не упал и никуда не улетел. Так, хорошо, все, прямо вот здесь вот, за этими стенками находятся бандиты. Я не знаю, сколько их здесь, но ориентировочно максимум, ну, один человек должен быть, потому что я не вижу смысла двоих сюда ставить на дозор. Все, я сейчас поднимаюсь и попытаюсь с ними как-нибудь... Ага, вот он, вот он один, прямо вот здесь вот, у него голова прямо очень рядом находится. Я его тогда сразу вырубаю. Опа. Так, этот готов. Этот бандит готов. Так, да, действительно, вот она радиосвязь. А, так, контейнеры есть, а, и тому подобное. Так, о, да ладно, еще один, еще один. Чуть-чуть не подводит. Я прям так чувствовал то, что нужно подняться на второй этаж. Так, сейчас я попробую прямо в челюсть. Эй, что такое? Какого черта? Так, все, тихо. Ладно, хотя бы что, у меня пистолет 9-миллиметровый этот. Он максимально тихий, потому что обычно, когда с оружием с глушителем все-таки стреляешь, что-то немного слышно. Так, что это у них здесь? Компы какие-то и освещение стоит. Это, возможно, здесь они какие-то зашифрованные сообщения передают, как азбука Морзе. Получается, вот эта установка шипит, а вот сюда она подает сигнал. И с помощью света можно подавать какие-то сигналы СОС. Например, какой-то длинный световой сигнал, потом короткий, там, три коротких, я не знаю, и тому подобное. Так, в этом ящике пусто. Окей, я понял. Так, это просто двое дозорных. То есть сейчас мы можем начинать действовать. Прием, Стеф, пока можешь нормально говорить, я эту башню зачистил, ты, если что, можешь потом сюда перемещаться. Я сейчас передвигаюсь дальше, вот, о бандитах мне, если что, сообщай по рации, как принял. Да, что я тебе принял, хорошо, отлично. Только зачем мне сейчас по рации звонить, что же мог просто вниз посмотреть, я же здесь, под скалой нахожусь. Знаешь, лишний раз перестраховаться никогда не помешает, заодно и проверку связи произвели. Все, я полетел потихоньку, конец связи, услышимся. Все, так, теперь мне остается, получается, главное, чтобы прямо на здании не приземлиться. Если я до здания долечу, то, капец, меня сразу спалит, и это просто такой облом будет. Но это правда, это, капец, будет полнейший. Так что, сейчас нужно как-то заранее, получается, снижать высоту вот где-то здесь. Вот он, вот он, вот он, мостик. Мостик, мостик, вон там прям находится. Так, тихо, 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 все, есть, тихо, вот он, вот он, ходит там. Так, мне нужен бинокль. Черт, я, главное, что самое интересное, я буровую установку с собой взял, вот бинокль у меня просто из головы вылетело, капец, конечно, да. Старость, как говорится, не радость. Так, ладно, будем тогда потихоньку отсюда сами как-то пробираться без бинокля и тому подобное. Ну ладно, Стеф на самом деле, хотя бинокль же у Стефа есть, так что, думаю, то что он меня, если что, немного пострахует. Так, это сваи, да, получается, да, у них какой-то помостик есть тут на сваях, держатся. Так, что у них там, один человек, что ли, максимум ходит? Так, надо запросить, ааа, какие-то данные у Стефа. Ааа, Стеф, прием, это я, Шедди. Слушай, я уже достаточно близко к этому дому, видишь оттуда что-нибудь, можешь доложить о максимальном количестве бандитов, которые тебе сейчас известны, где они находятся там? Так, Шедди, да, прием, я слышу тебя. Короче, смотри, возле тебя есть какие-то деревянные сваи, там колючие проволоки. Короче, прямо на этих сваях стоят двое человек, они патрулируют, еще один передвигается по лестнице. Дальше, внутри здания я вижу то, что кто-то сидит за столом, ты, скорее всего, не увидишь, но я вижу какие-то силуэты, можешь мне довериться. И, в принципе, это все. Будь внимателем, потому что остальная часть может находиться либо на крышах, либо где-то, может быть, они патрулируют за зданиями. Так, понял, все, спасибо большое за информацию. Конец связи. Если что, это, ты меня видишь, вот я тебе рукой там машу. Капец, гора, конечно, высокая. Все, конец связи. Все, отлично, так, информация есть. Значит так, два человека вот здесь вот находятся, прямо вот на этом деревянном мосточке. Так, видел какой-то он силуэт, значит, внутри здания. Так, возле вон тех окон, насколько я понимаю, потому что только та сторона здания смотрит на пещеру. Ага, вот он. Вот он, бандит, который ходит по лестницам, да? Я понял. Так, на здании никого нет. Вот, короче, мне что сейчас нужно сделать? Мне нужно как-то одновременно ликвидировать вот этого, этого и одновременно вот этого. Короче, нужно дождаться такого момента, когда вот эти двое бандитов не будут смотреть друг на друга. Чтобы один не начал стрелять, либо еще что-то. Любой шум приведет просто к провалу. И потом, пока не повернулся третий, я должен заварить обоих. Так что вот такая нелегкая работа получается. Так, все, надеюсь, меня не видят здесь. Так, вот он, вот тот остановился. Все, я теперь вот этих валить никак не могу, потому что он запалит и все тогда, капец, полный будет. Так что так, вот эти тоже. Так, хотя, 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 нет, он прям на помост. Прям на помост этот смотришь, что ж такое-то, отверните уже наконец-таки. Он сейчас еще, ах, а еще и вниз пошел, просто идеальные тайминги. Я не понимаю, как вы это прочитываете? Просто, тихо, 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 ты что, сюда смотришь? Я просто куст, я просто куст, не смотри сюда, чувак. Пожалуйста. Есть, не смотрит. Так, что там, тот делает, тот тоже отворачивает. Короче, когда вон тот пойдет. Все, он пошел, он пошел. Так, готов. Голову, голову, голову. Есть, 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 есть. Все, завалил, завалил. Завалил, отлично, сработано. Все, я на территории. Я на территории, Стэф. Надеюсь, он меня там видит. Все, я внутри территории нахожусь. Отлично. Тревога пока что не поднята, значит, все идет максимально по плану. Как мы даже еще и представить просто не могли. Так, а ничего, у них так уютненько здесь плиточка и тому подобные вещи находятся. Столик даже есть. Нифига себе, у них что тут? Свидания, что ли, романтические какие-то были. Так, сейчас мы посмотрим. Нужно все здание. Обойти. Вот он, еще один. Да, все верно. Стэф его, видимо, никак не мог увидеть, потому что тот стоит за... Что это такое? За кол... Да, колодец. За каким-то колодцем. Короче, я сначала сейчас полностью зачищу все, что находится вокруг этой постройки, а потом уже буду заходить вовнутрь. Так, как интересно, ребята, там на полицейской базе... Сейчас. Все, это тоже готов. Это тоже готов. Все, великолепно. Это просто великолепно. Кстати, странно то, что... О, стоп. Ручка. Ручка здесь? Серьезно? Это что, люк, что ли? Это люк, походу. Это люк, походу. Ну-ка. Реально. Капец, потайная комната прям под землей находится. Нифига себе, что... Что у них тут есть только? Нифига себе. Так, а что там такое непонятное что-то? Ладно. Эмки. РПКшники. Патронов просто огромное количество. А что это такое за патрон? 6.5 на 39. Интересная штука, но... Мне нравится, как выглядит вот эта винтовка. Она что... Она еще и с глушителем, насколько я понимаю. Так. А что если мне во время этой спецспирации воспользоваться вот эта винтовка? Это у нее калибр получается 6.5, да? Насколько я понимаю. Сейчас я прочитаю. Да. Это она. Это реально она. Так. Ну я тогда все патроны забираю. Я тогда все патроны на нее забираю. Надеюсь, что бандиты... Да не... Нет, они могут это спалить. Конечно, они это спалят со временем, но... Не спалят же они меня потом. Правильно? Так. Сейчас магазинчик отсюда уберем. Зарядим. И вот такая винтовка получилась. Обалдеть, она такая легкая. И с глушителем, и еще и с голографическим прицелом. Так, а это что за рычаг такой? А, так это потайная комната. Они забыли ее закрыть. Что? Да опа. Наконец-то костюм нормальный. Ну вот о чем речь-то и велась. Я говорю то, что мне нужен нормальный бронированный костюм. Потому что ну сколько можно бегать незащищенным против зомбаков. У меня уже пару раз бывали случаи, что меня просто не прокусили. Даже вон после той атаки, когда на прицельскую базу у нас проломили вход внутри. На меня так напали то, что... Вернее, не на меня, на нас. На нашу команду напали так сильно, что у меня костюм едва чуть не прокусили. Так, тут все, больше ничего нет, насколько я понимаю. Так, ну все, во всем остальном комната, насколько я вижу на данный момент, она пустая. Так что я... Нет, 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 только не это. Только не это. Так, все. Спокойно, спокойно. Сейчас я шуму наведу здесь. Все, комната получается пустая. Дальше. Так, сейчас проверим тогда вот так аккуратно. Плечом выглядываю, чтобы сразу не выглядывать. Проверю. Так, вот он бандо сидит. А, 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 тихо. Что это такое было сейчас? Капец, он так посмотрел. то, что я думал, что ну всё, кобздец мне полный. Так, всё. Так, это холодильник, что ли, какой-то? Какие-то трубки непонятные стоят. Да, вон, вон они за столом-то на самом деле сидят там. Так, а ещё есть кто-нибудь? Нет? Чё-то непонятно, не очень понятно на самом деле. Так, я попробую отсюда через стекло. Ага, два человека, два человека. Они оба смотрят в окно. Оба в окно смотрят. Есть, всё, этот готов. Так, второй этаж зачищаю. Второй этаж. Работает спецназ. Работает спецназ. Всё, здесь больше точно никого нет. А нет, стоп, кто пёрнул? Кто-то, стоп, пёрганул кто-то. Он в туалете, походу. Так, на тебе. Получай, капец. Вот так, вот почему в туалете нужно тихо сидеть. Ух, капец, вот и урок на жизнь. Когда в туалете сидишь, лучше себя вообще максимально тихо ведя. А то кто-нибудь и слышит, вот, например, сейчас жизнь этому бандита числа, числа от твоего, вернее от твоего, блин, от его выхлопа зависела только. И всё. Так, ладно. О, тут у них даже какие-то эти лежат винтовки и тому подобные. вещи. Так, тут ещё одна буровая установка. Броня какая-то средневековая, железная лежит и тому подобные вещи. Так, ладно, я отсюда выхожу. Так, о, вот ещё кабинеты какие-то тут. Так, там железо было и тому подобные вещи. Так, стоп, и в этом здании получается всё? Это всё, что есть в этом здании? Так, я не уверен то, что кто-то будет что-то класть в посудомоечную машину, либо в корзину ценное, но я проверю всё-таки всё, наверное. Просто я знаю то, что это ребята... Так, вот здесь патроны есть. Несмотря на то, что они как бы не очень в бою опытные, эти бандиты, так как это обычные рейдеры, ну, не знаю. Мне кажется, они достаточно хитрые. Мне кажется, что мне стоит, наверное, всё-таки проверить, может быть, я тут... А вот оно. Вот оно, вот оно, вот оно. Не зря. Не зря то, что я начал этот ковёр двигать. Так, это получается какой-то люк, да, насколько я предполагаю. Так, ну-ка, сейчас я его... Чёрт, он нормально так завис. Ну, как в этом. Надо, видимо, с этого слома как-то попробовать его здесь вот так подковырять немного, чтобы он как-то отошёл, не знаю. Так, вот в эту сторону. Вот так вот. Нужно его подогнуть и потом открыть. Всё. Оооо! Это чё такое там? Нифига себе! Нет, ну если я туда сейчас прыгну, то я назад уже никак не вернусь. А меня такой расклад событий как бы не устраивает в любом случае. Так что я, наверное, всё-таки туда прыгать сейчас не буду. Ну его нафиг, я не хочу свою судьбу испытывать. Так, и ковёр, наверное, тоже пока что поставлю, но... Так, я, наверное, всё-таки потом рискну туда добраться, а пока что, пока что мне нужно сообщить Стефу то, что всё прошло успешно. Приём, Стеф, это я, Шедди. Слушай, всё прошло успешно. Я тут столько плюх всяких интересных нашёл. Давай сюда перебирайся потихоньку. Перемещаемся. Как принял? Да, Шедди, хорошо, я понял. Так, я выдвигаюсь. Жди меня на месте и никуда только не уходи, хорошо? Да, Стеф, понял. Давай, ожидаю тебя. Конец связи. Ну что ж, а впереди остаётся только самое интересное. Действовать мы, наверное, будем ночью, но где-то на севере отсюда надо будет компас включить. Находится... Находится уже целая база этих бандитов. А вот что может укрываться у них там? Вот это уже очень-очень большой вопрос, потому что если я нашёл много ценностей прям-таки здесь, то там, мне кажется, будет действительно намного интереснее. Ладно. Так, главное, не забыть то, что у меня теперь новый спецназовский костюм, и он меня особо не скрывает, чем вот этот вот снайперский. Так что я засяду здесь, не буду шевелиться, и буду ждать, когда подойдёт Стеф. Но потом, потом начнётся, я уверен, самая-самая интересная часть нашей операции. И, кстати, да, надо будет ещё с нашим новым лагерем связаться там с Хантером, как у них там дела на участке полицейском. Стеф.